За особую творческую устремленность. Сегодня 77 чебоксарских школьников стали стипендиатами главы Чувашии. На вручении свидетельств побывала и наша съемочная группа. Лидер российского движения школьников, корреспондент пресс-центра, участница военно-патриотического клуба. И все это один человек. Девятиклассница Нелли Митина успевает не только учиться в школе. Такая серьезная награда у меня самая первая. Первый раз получает стипендию главы и одиннадцатиклассник Павел Слакаев. Он уже определился, кем хочет стать в будущем. Занимаюсь проектной деятельностью в своей школе и, помимо всего прочего, являюсь победителем призеров многочисленных олимпиад. Был проект «Наука в регионы», мы туда ездили в прошлом году. Этот проект проводится на базе Московского физико-технического института, собственно, туда, куда я истреблюсь поступать. Отбор одаренных школьников и молодых людей шел по всей республике. Из тысячи стипендиатов – 77 столичные школьники. Наша будущая горда Чебоксар. Это звучит гордо, это звучит ответственно. Вы действительно большие молодцы. Вы это заслужили. Мы на вас будем равняться. Мы хотим, чтобы вы стали более умными, более талантливыми, более одаренными. Мы хотим, чтобы вы достойно закончили свои общепрозавательные учебные заведения, поступили в престижные вузы нашей страны, в нашей республике и остались работать в нашем любимом с вами горде Чебоксары. Мария Клементьева уже получала стипендию у главы столицы. Был это в третьем классе. Я купила на эти деньги козу в деревне. А вот где эту стипендию сейчас на что отправишь? Я пока еще не проделилась, но, наверное, я буду тратить эту стипендию на ткани, чтобы шить, так как я стала победителем Республиканской олимпиады по технологии. 1830 рублей – такова сумма ежемесячной стипендии главы республики. С 2004 года денежное поощрение получили более 13 тысяч человек. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.